Что, люди добавляются? Спасибо, Никита. Спасибо. Спасибо, Марго. Спасибо, Марго. Да, отлично, Елена, расскажу. Вы заметили, что идет запись этого семинара, то есть какие-то материалы могут использоваться в промоушенах, в целях массы. Просто я вас предупреждаю об этом. Еще раз говорю, что это упор этой лекции на маркетинг, на хай-тек, это как раз-таки та область, в которой у меня есть опыт, но я думаю, что будет полезно послушать абсолютно всем. И опять же, это вопрос, эта лекция не о переквалификации, а больше о том, у кого уже есть конкретный опыт. Как найти работу в Израиле и как продолжить работу в желаемой сфере. Так, вижу вопрос. Скажите, а будет информация на веб-разработке? Здесь я не буду обсуждать какую-то конкретную позицию, то есть это релевантно для всех, начиная от Java Developer, а заканчивая график дизайнером. На следующем слайде будут основные вопросы, которые я разберу, но вот про веб-разработку у меня не будет. Если это интересно, можно будет поговорить с МОСОЙ, и я обсужу это, если будет много запросов, мы можем сделать отдельную даже лекцию на эту тему. Да, вижу все. Все эти материалы основаны на моем опыте, то есть на моем поиске работы. Я знаю, насколько это сложно, особенно первую работу найти в Израиле еще как бы только с русским опытом, еще не говоря на иврите. Но помимо этого я посетила массу разных лекций, семинаров и так далее. То есть постаралась в эту лекцию вместить все материалы, которые до этого знала. Не могу не упомянуть ситуацию, которая сейчас происходит. Сейчас коронавирус, и все думают, что там абсолютно все вакансии закрыты, ничего нет. Но, тем не менее, вакансии, во-первых, в больших компаниях вакансии есть. И, во-вторых, это время можно положительно использовать на то, чтобы подготовить ваши материалы, чтобы подготовить ваши CV, LinkedIn и так далее. Да, вижу, Ксения прям правильно спросила. Ксения спрашивает про ресурсы для поиска работы помимо LinkedIn. Я в конце... Я хочу, чтобы эта презентация, что эта лекция была очень такой практической. Давайте сразу, наверное, я перейду на вопросы. Какие я... Сейчас я посмотрю. Посмотрю, есть ли еще какие-то... Какие-то комментарии. Так, все, я думаю, можно продолжать. На следующий слайд. Вот это тот список вопросов, которые мы обсудим на этой лекции. Если у вас есть какие-то еще вопросы, вы мне можете прямо сейчас написать, и я постараюсь лекцию как-то изменить в зависимости от ваших вопросов. Я пришлю большой список... Я пришлю, во-первых, эту лекцию, а во-вторых, большой список разных групп в Facebook, HR-агентств, просто конкретных компаний, у которых всегда много вакансий. То есть это будет прям большой такой список. Это будет компания из ивент-индустрии. Поэтому я думаю, что каждый может найти что-то интересное для себя. У нас достаточно такая, я вижу, камерная аудитория. Я предлагаю, наверное, минут 40 посвятить самому материалу лекции, а потом сделать вопрос-ответ, чтобы у нас хотя бы минут 20-30 было. Я буду очень рада видеть ваши камеры, видеть ваши лица, потому что я чувствую себя немного такой crazy, разговаривая с черно-серыми квадратиками. Поэтому если у вас есть возможность включить камеры, то я буду супер-супер рада включить камеры и отключить микрофоны. Так, сейчас я настрою еще немного. Отвечаю на данные. Первый этап не делал зум, по камере пока не поладил. Но ничего, если найдете, где включить. О, да, спасибо. Вижу лица, приятно. Так, поехали. Первый вопрос, который меня очень сильно волновал. Я не говорю на иврите, что делать, насколько это плохо, доктор. Это неплохо, это абсолютно нормально, если вы хорошо говорите на английском. То есть хорошо – это для того, чтобы достаточно понимать и чтобы понимали вас. Но далеко не обязательно отлично писать, потому что одно дело, когда вы работаете в маркетинге, на позиции девелопера, например. Другое дело, когда вы копирайтер. Это совершенно разные профессии. То есть хорошие там writing skills – это не обязательно. На остальные вопросы я буду отвечать по ходу лекции, особенно с чего начинать. Так, это шесть шагов, которые я вам рекомендую делать вот прямо один за одним. То есть можно, конечно, параллельно, но все они абсолютно должны быть выполнены. Линкдин, я думаю, все из вас знают, несмотря на то, что из России, насколько я знаю, можно получить доступ только через VPN. И помимо этого приложение тоже на iPhone мы не можем, к сожалению, скачать. Но вам надо всем зарегистрироваться на этом сайте. Я очень рекомендую прямо после этого занятия, у кого еще, кто еще не зарегистрировался, обязательно это сделать. Смело добавляйте меня, смотрите, как у меня заполнен профиль. По сути, это та же социальная сеть, но только посвященная вашей карьере, вашему профессионализму, вашему росту и так далее. Отвечая на вопрос, можно ли будет презентацию на почту, да, я пришлю презентацию, я пришлю вот эту вот большую таблицу, о которой я говорила, со всеми ссылками. Заполнили профиль на Линкдине, добавили друзей. Это вообще, это отдельная лекция на самом деле. В Линкдине очень много трюков и инструментов, как искать там работу. Там есть свои же инфлюенсеры, поэтому, наверное, мы сделаем с массой лекцию про Линкдин где-то недели через две, либо я, либо мой коллега Юэль будем про это рассказывать. Потом очень важно присоединиться со всем группам в Фейсбуке, которые я вам присылала. Опять же, есть отдельная группа, например, для маркетинга, для девелоперов, для график-дизайнеров, поэтому я, когда искала работу, просто присоединялась везде, где можно, и писала свой пост о том, что я ищу работу тоже везде. И что касается создания резюме, а, про имейл-рассылки просто практически у каждой группы и у каждого HR-агентства есть свои имейл-рассылки, поэтому обязательно подписывайтесь на них, чтобы ничего не пропустить. Про создание резюме я остановлюсь немножко подробнее, но это, опять же, такой отдельный разговор. И мне было вначале очень сложно понять, сколько я могу зарабатывать в Израиле. Вот у меня был какой-то опыт в Петербурге, в Москве, но совершенно не было опыта в Израиле в работе. И здесь, конечно, очень помогает, помогает, во-первых, общение, нетворкинг. Я думаю, что уже практически все поняли, что общение в Израиле решает, и нужно устанавливать контакты. И, кстати, сегодня вечером, в 8 часов вечера, мой коллега Юэль читает прекрасную лекцию о том, как находить контакты, как делать нетворкинг в Израиле. То есть у меня такая больше работа с соцсетями и с материалами, у него больше как устанавливать полезные контакты для того, чтобы найти потом работу. В календаре Массе она есть, обязательно посмотрите, советую присоединиться. Возвращаясь к глаздору, это сайт, где вы можете посмотреть, там есть вакансии, там также есть отзывы о компаниях, и там, что важно, есть приблизительная зарплата. То есть есть приблизительная зарплата как в конкретной компании, так, например, и просто на позиции график-дизайнера, ну, средняя по Тель-Авиву условно, или там, средняя по Израилю, поэтому это тоже очень полезно. После того, как вы подготовили резюме, все красиво, отправляйте все резюме в HR-компании. То есть список HR-компаний я вам дам, и будьте готовы к тому, что HR-компании, ну, по крайней мере, на моем опыте, достаточно быстро их рассматривают, и, как правило, там вам могут перезвонить в этот же день для какой-то такой, знаете, стартовые беседы для первых 15 минут. Поэтому, да, будьте готовы к этому. Теперь немножко про создание резюме. Опять же, это отдельная большая такая тема, и на нее можно много-много разговаривать и посещать разные совершенно классы и лекции. Я становлюсь просто как bullet points, вот то, что мне помогло, и как бы то, что я для себя вывела, как бы такое правило. Во-первых, очень важно уметь написать свои качества на английском. То есть не качества, а свои skills. Что вы умеете делать в правильных терминах, в правильных аббревиатурах, просто в правильных словах. Поэтому это очень помогает, опять же, когда вы смотрите какие-то вакансии, например, в Фейсбуке, вакансии в Линкдине. Смотрите, как употребляются эти слова. Если вы в Линкдине видите профиль человека, который, да, работает в Израиле, и в вашей области, посмотрите, как у него это написано. Потому что зачастую термины могут меняться, опять же. Еще есть, если вы хотите создать дизайн CV, а я всегда рекомендую как бы создавать его каким-то интересным. То есть CV, по сути, должно отражать вас. И если вы, опять же, дизайнер или занимаетесь анимейшн, то лучше сделать дизайн, ну, как бы делать какое-то креативное CV. Конечно, если вы разработчик, то это может быть достаточно консервативно. Вот эти вот сайты, это Canva и Enhance, я думаю, вы все знаете. На них очень удобно создавать резюме. И там, более того, там даже есть некоторые templates, шаблоны под конкретную специальность. Дальше объем CV. Это всегда должна быть одна страница. То есть просто никто из HR-менеджеров не будет листать многотомные тома. Я знаю, тяжело весь свой опыт и все свое богатство вместить только в одну страницу. Но постарайтесь это сделать всегда, когда у меня это не получается. Я думаю о специалистах в своей области, у которых там 25-летний стаж, которые там VIP-маркетинг, например. Как у них удается это сделать, да, все вместить в одну страницу, а у меня нет. И почему? Что касается фото, опять же, в Израиле, мне кажется, это не очень принято. Ну, смотрите на свое усмотрение. Я человек достаточно консервативный. Я как бы это фото не размещаю, потому что я не знаю, какое это впечатление произведет. Да, это может произвести как положительное, так и отрицательное. Но, опять же, если вы используете, то это, естественно, должна быть деловая фотография. Дальше очень часто ошибки, которые я вижу в жизни или в CV, когда меня просят помочь, что люди просто описывают, чем они занимались. То есть, опять же, в маркетинге, например, я занимался отправлением писем, или я работал с типа PPC-кампейн. Всегда старайтесь достижения какие-то вместить. То есть, окей, если у вас было определенное количество кампейнов, которые вы открывали, скажите, что клик-фру-рейт был увеличен на 3,5% за полгода. То есть всегда либо цифры, ну, лучше и то, и другое, цифры и то, что вы достигли. Если вы работаете с датабейсом, у вас сколько-то юзеров, пишите, например, там, не знаю, там, 2 миллиона плюс юзеров. То есть человек должен понимать, человек, под человеком я подразумеваю рекрутера, должен понимать и видеть объем. Дальше информация, которую очень часто, и я сама писала в России в резюме, возраст, адрес и вся личная информация. Здесь еще добавляется алия. Да, я считаю, что этого не нужно указывать, и будет дальше у меня слайд о том, как отвечать на такие, на трики, на неудобные вопросы. Но вообще возраст, даты алии, там, ваш адрес, это не те, не те пункты, которые должны определять, примут вас на работу или нет, да, что, например, сделали алию только 3 месяца назад. Нет, простите, такого не должно быть. Поэтому вы можете указать адрес, например, только город. То есть если для вас важно, если вы живете в Нитании, вы готовы работать только в Нитании, вы можете это указать. Я, например, ну, я не указываю город, просто я сама смотрю, если там вакансия в Хайфе, а я живу в Таравиве, мне будет не очень удобно ездить. То же самое про язык, про владение языком. Не надо писать уровень, потому что, опять же, мы можем использовать неправильные термины. По-моему, только вот в постсоветских наших школах было там upward, intermediate, intermediate. Здесь нет таких уровней. И, опять же, я обычно пишу просто там английский, русский, иврит. И по вашему общению, по вашему резюме, по вашему сопроводительному письму будет уже понятно, какой у вас уровень английского или иврита, если это важно. Не указывать очевидные вещи. Да, очевидные. Не только, знаете, не только там возраст или знание там Microsoft Office, использование Excel. То есть понятно, что если вы там 20+, то, скорее всего, вы знаете, как использовать Word и как использовать Excel. Также очень часто пишут какие-то, как это, personal skills, типа стрессоустойчивость. То есть, окей, это классно, но подумайте, насколько это релевантно для конкретной вакансии. И вообще я не упомянула это вначале, надо было сказать. Каждое слово в CV, представьте себе так, что вы делаете CV, и за каждое слово вы должны платить. То есть, чем больше слов, тем больше вы за это платите. Поэтому каждое слово вы должны над ним думать, и чтобы не было лишних слов. То есть, это не курсовая работа. Это не диплом, где мы зачастую там льем много воды, для того, чтобы у нас получились эти 60 страниц. Здесь каждое слово должно быть со смыслом. И поэтому писать, например, писать, что вы стрессоустойчивый, ну, можно, но я рекомендую так. Если, например, это стартап, и вы знаете, что там работает небольшое количество человек, то, скорее всего, вам надо будет там на первых порах заниматься большим количеством заданий. То вы можете написать, что вы там мультитаскер. Если это какая-то большая компания, то напишите, что вы team player. То есть, да, личные качества, я считаю, что нужно писать, но в зависимости от вакансии разные. Если вы знаете, что, например, ваша вакансия подразумевает много аналитики, много цифрок, напишите, что у вас там strong analytical skills. Постарайтесь вообще каждое резюме делать отдельно и кастомизировать его под конкретную вакансию. Это тяжело, но это потом поможет. Что касается сопроводительного письма, во-первых, в интернете вообще на самом деле масса примеров, как писать сопроводительные письма на разные должности, поэтому я на этом долго останавливаться не буду. Просто скажу, что информация не должна дублировать CV, и не должна дублировать LinkedIn. То есть, ну, представьте, что вы отправили уже LinkedIn, отправили CV, то есть в сопроводительном письме в cover letter должно быть что-то такое, что-то интересное и особенное. Почему вы хотите именно на эту вакансию? Что вам понравилось в компании? И так далее. Опять же, посмотрите в интернете. И я всегда рекомендую, когда вы делаете CV, работаете над этим, если у вас несколько, например, позиций, на которые вы претендуете, то, соответственно, сразу подготовьте вот где-то, ну, там, три различных представления о себе. Это буквально двухминутное представление, потому что когда вам звонят по телефону, и вот этот вот вопрос, ну, расскажите о себе, вы должны быть, быть готовы к этому. То есть, опять же, посмотрите, как вы это, ну, с выгодной стороны, чтобы рассказать и о своих достижениях, и будьте готовы, вас могут спросить, что вы считаете своей, там, главной ошибкой. Просто потренируйтесь. Я, например, что делала? Я писала, у меня было прям написано ответы на вопросы, и я ставила камеру, и записывала, и пыталась сделать так, чтобы, там, на десятый, на пятнадцатый раз это было более-менее естественно. Опять же, либо это я при личной встрече буду общаться с рекрутером, либо, там, по телефону, например. Так, поехали дальше. Поиск вакансий. Где искать? Вот я бы была безумно рада, если бы три года назад, там, чуть поменьше, мне бы вот дали такой список и рассказали вообще, где искать вакансии. Сразу скажу, что поиск работы – это прям работа. Это сложно. И приготовьтесь, да, что тут надо будет как бы ходить, ходить как на работу, с утра вставать и это все делать. Я вам отправлю презентацию, и там будет вот ссылка на статью американского репетрианта. Он очень классно написал, во-первых, о том, как он искал работу, и плюс там в середине статьи есть все цифры. Что я подразумеваю под цифрами? Это значит, сколько интервью он прошел, сколько резюме он подал, сколько уникальных резюме. К слову, он подал 111 уникальных резюме, то есть он отозвался на 111 вакансий, и в конце только он получил работу. То есть я не хочу никого пугать, но просто в этом, ну, это работа. Отнеситесь к этому серьезно. И, да, почитайте, статья полезная. Во-первых, как я уже сказала, обязательно нужен нетворкет. То есть сейчас мы в некотором таком заточении, да, тяжело искать, нет мероприятий. Но, опять же, это можно делать через LinkedIn, например, искать людей, которые, в принципе, в похожей отрасли работают. Есть замечательная группа Alimen Tel Aviv. У них очень много мероприятий. Эта группа, она сотрудничает там с Nefish Benefish, с муниципалитетом Tel Aviv. И у них вплоть до того, что есть даже мероприятие, как экскурсия в какую-то компанию. То есть, например, я была сама на экскурсии в компанию Walkme. Это такой уже достаточно развитый стартап в Tel Aviv. То есть вы приходите в компанию, и с вами разговаривает HR или там маркетинг-менеджер. Ну, опять же, люди с разными должностями. То есть это не то, что вы приходите там и ищите работу. Просто это полезно узнать вообще, какая структура в компании, как они выросли, чем они занимаются, какие у них проблемы и так далее. Ну, и помимо этого, в этой группе очень часто делают классы как раз-таки по CV, по LinkedIn, по прохождению интервью, какие особенности именно в Израиле. Поэтому присоединяйтесь все. Дальше. И сейчас я отвечу на комментарий. Владислав, да, есть Alimentech. Да, это отдельно. Но есть еще вот эта вот группа. Там как раз-таки вот эти всем бесплатные мероприятия. В Alimentech я знаю, там есть метапы тоже. Но я как-то меньше в той группе участвую почему-то, не знаю. Про системность, да, как я уже сказала, это большая работа. Поэтому, например, я, когда искала работу, я создавала таблицу со всеми ссылками, со всей информацией. То есть информация о том, кто вам ответил, какой номер телефона и так далее. Вы никогда не знаете, когда вам может понадобиться эта информация в следующий раз. Или, может быть, кому-то из знакомых она понадобится. Поэтому все записывайте, когда вы подали, когда вам не ответили. Если вам не отвечают, всегда можно сделать фоллоуап дополнительный. Да, дополнительно написать, что я вам отправил. Будьте готовы к тому, что не отвечают, вам могут не отвечать, но на резюме. То есть вы отправляете, либо вы подаетесь на сайте, там, коммит или еще на каком-то, и вам просто в течение нескольких недель не отвечают. К сожалению, да, это очень некрасиво там со стороны HR, но такое происходит. Но в таких случаях, опять же, можно найти HR в LinkedIn и ему написать. Я тоже расскажу об этом. Как я уже сказала, что каждое CV должно быть уникальным под конкретную вакансию. И когда вы публикуете пост о том, что вы ищите работу, допустим, вы это делаете в Фейсбуке или в LinkedIn, также контент ваш должен быть уникальным. И даже там для разных групп в Фейсбуке разный контент. То есть когда-то, например, если там в Фейсбуке, в большинстве случаев, если я опубликовала, я там какую-нибудь шутейку туда писала, чтобы выглядело так вот смешно. В LinkedIn у меня все более строго bullet points, там раз, два, три, такие-то качества, то-то еще. Поэтому тоже смотрите, как другие люди пишут, и старайтесь все делать уникальный контент. Да, главное установить для себя KPI. Все знаете, KPI — это Key Performance Indicator, то есть то, что как бы определяет условно вашу такую, такую, типа, успешность на конкретной должности. Так вот, когда вы ищете работу, я тоже очень рекомендую установить себе KPI, например, там не меньше пяти отправлений, там, CV в день, не, там, десять личных сообщений HR. То есть чтобы вы просто держали, опять же, себя в тонусе, это очень полезно. Будьте инициативными, находите HR-ов сами, как находить, там, помимо агентств, да, опять же, в LinkedIn, в Facebook. Мне очень помог такой прием, например, когда, если кто-то из людей, там, на похожей, например, должности, то есть ищет работу на похожей должности, там, Marketing Manager, Retention Manager, и пишет об этом пост, опять же, в LinkedIn или в Facebook, то очень часто HR-ы пишут под ними, там, свои, свои e-mail, и говорят, о, да, пришли мне свое CV. То есть что я делала? Я просто заходила в такие посты и копировала e-mail, и сама им писала, говоря о том, что увидела вас, там, ваш комментарий в группе, вот я тоже еще работаю в такой-то сфере, есть ли у вас что-то. Опять же, если, например, я, там, Marketing Automation занимаюсь, а пост о, ну, человек запостил информацию о том, что он ищет, там, работу Java-девелопера. Да, это не очень релевантно для меня, но все равно, если там есть контакты HR-ов, то вы смело их берете и говорите, что, может быть, у вас есть что-то в моей области, там, Marketing Automation. То есть будьте инициативными, и опять же, как я вот здесь написала, странно, самое страшное, что может случиться, вам просто не ответят. То есть HR – это тот же самый работник со своими сотрудниками компании, со своими API-ами, и когда вы ему присылаете свое резюме, вот на тарелочке, по сути, да, с голубой каемочкой, то это очень-очень, это упрощает его работу, и он просто вам благодарен. Поэтому я зачастую как бы на первых порах как-то стеснялась, и мне было неудобно, ну как же я вот напишу человеку, которого я ни разу в жизни не видела. И не стесняйтесь, в Израиле вообще не стесняются, поэтому смело пишите. Дальше я бы хотела немножко рассказать, ну как бы не столько, как проходить интервью, интервью, опять же, там, у меня хоть и большой опыт на эту тему, но это отдельная тема, и я думаю, там есть специалисты, профессионалы этого. Зачастую есть, там, неудобные вопросы, и я не знала, там, на первых порах, как на них отвечать. Очень часто спрашивают даже на первом звонке, what is your salary expectations? На какую зарплату вы планируете? И здесь, конечно, очень помогает глаздор, да, и просто беседы с людьми из вашей сферы, чтобы приблизительно понять, сколько вы можете, на какую сумму вы можете рассчитывать. И очень важно, ну, в общем, есть такие советы, что, советы профессионалов, что не стоит называть сумму первым, то есть надо подождать, пока HR приблизительно скажет, да. Но у меня, честно говоря, так не получилось, и я считаю немножко, что, наверное, для такой линейной должности, на которую я претендовала, это не очень актуально. Скорее всего, это может быть полезно для того человека, который, ну, уже как минимум, там, менеджерской или выше менеджерской должности. То есть здесь я попробовала как-то так поторговаться, да, а сколько вы предлагаете, а сколько вы хотите, но мне, честно, было некомфортно в этом. То есть приблизительно, что я делаю, я смотрю в глаз в двор, беседую и прибавляю 15-20%, потому что, ну, как правило, как правило, зарплату там как раз-таки на эти 15-20 и снизят. Ну, и там плюс можно проговорить про бонусы, про выходные дни, про, ну да, про питание там и так далее. Я думаю, опять же, если будет интересно эта тема, то можно будет какую-то небольшую лекцию сделать. Меня, например, спрашивали после того, как я озвучила сумму, почему такую сумму? Откуда вот у вас эта цифра? И очень неприятный вопрос как-то, я плохо себя чувствовала, услышав его. Вы можете всегда сказать, что я сделал ресерч, и это как бы это вот мой market price. Это та сумма, на которую я оцениваю свой опыт. И это вполне нормально. То есть, опять же, образованный, опытный HR, он как бы к этому ответу привык и только скажет вам, что он подумает, что вы молодец, вы подготовились. Также есть вопрос, сколько вы получали на прошлой должности. И здесь, ну, скорее всего, тем, кто не работал еще в Израиле, очень повезло, потому что у вас нет прошлой работы в Израиле, и вы всегда можете сказать, что я работал в другой стране, и, к сожалению, там сумма, ну, нерелевантна. Я, собственно говоря, так и говорила. То есть, я когда стажировалась еще, я говорила, что я стажировалась, и поэтому я больше времени уделяла учебы. Если у вас была какая-то небольшая работа или вот стажировка в Израиле, то вы можете воспользоваться моим ответом, сказать, что, там, может быть, это была партайм, да, либо вы больше времени уделяли ульпану, и поэтому тоже сумма нерелевантна. Не стоит называть, сколько вы получали на прошлой должности. Постарайтесь как-то это обойти. Опять же, сколько вам лет, есть ли дети, ваше семейное положение и так далее. Это вопросы, которые HR не имеет права вам задавать. То есть, опять же, это не должно быть решающим в принятии, решающим фактором в принятии решения, допустим, приглашать вас на интервью, там, или на следующий этап переходить, или не переходить. Понятно, что если вы уже разговариваете второй, третий раз, или в Израиле еще очень любят, например, если я разговариваю, там, со своим потенциальным менеджером, что человек рассказывает о себе, о том, какие у него замечательные дети, там, чуть ли фотографии не показывает, то да, тогда, конечно, ну, если вы чувствуете комфортно, да, можно сказать, что, там, я в браке, а не в браке, вот мне столько-то лет. Если вы не хотите отвечать, как ответить, да, на этот вопрос, вас спрашиваю, там, есть ли, например, у вас дети, или сколько вам лет, вы можете сказать, что я буду рад ответить на этот вопрос, не могли бы вы объяснить, насколько это актуально для данной позиции, как это связано с позицией, на которую я претендую. И главное, чтобы это не звучало такое, как passive-aggressive, да, что, типа, please let me know how relevant it is that. То есть просто постарайтесь действительно проникнуться и понять, зачем им эта информация. Поверьте, все HR-ы, как бы, сталкиваются там, ну, получают этот ответ не один раз. И, может быть, они сразу же вам объяснят и скажут, да, типа, там, работа подразумевает, например, релокацию в скором времени, или у нас планируются, ну, там, долгие командировки, и, как бы, если у вас маленький ребенок, там, это не подойдет. И еще очень важно помнить, что когда вы приходите на интервью, все-таки вы выбираете работу. Я понимаю, это сложно как-то, сложно привыкнуть к этому, ну, то есть сложно это понять, и мне было тяжело первое время, то есть я думала, ага, дайте, дайте все, что угодно. Задавайте вопросы. В зависимости от того, с кем вы беседуете, это могут быть какие-то, если это тимлид, если это ваш менеджер, руководитель группы, то вы можете задать вопросы конкретных, какие там, какие инструменты используете и так далее. Если это HR, то я задаю там больше вопросов про компанию, про планы компании и так далее. Опять же, где сотрудники обычно обедают, нет глупых вопросов, то есть вы должны понять, вообще, хотите ли вы здесь работать. То есть когда вы приходите на собеседование, ну, как правило, это на ближайший, наверное, год минимум, чтобы у вас была красивая запись в резюме и чтобы у вас был опыт. Потому что я лично верю, что невозможно, поработав в компании 6 месяцев, действительно получить большое количество опыта. То есть это приходит все-таки немного попозже. Поэтому задавать вопросы обязательно. Мы подвигаемся уже как бы к концу презентации, поэтому я сделала небольшой такой вот чек-лист. Сейчас я вам его покажу. Тоже очень полезно. Просто перед тем, что вы подаете заявку на какую-либо вакансию, посмотрите, чтобы у вас вот эти вот все пункты были проверены. Глаздор, отзывы и зарплаты. Отзывы тоже полезно почитать, просто к чему быть готовым, к тому, что происходит в компании. Также, если это стартап, я рекомендую зайти вот на этот сайт, и там есть практически вся информация об инвестициях, о том, сколько привлекли денег, когда привлекли. Это полезно как и для вас, просто понять вообще, в каком состоянии находится компания. Также и будет полезно, например, если вы пишете там каверлета, или вы беседуете с HR, вы сможете спросить, ну, сможете сказать, что вот я видел, что там у вас был раунд A, например, вы привлекли там столько-то миллионов, и планируется там новый продукт или какая-то новая технология. То есть это всегда полезно самим знать и приятно как бы рассказать, показать эмплойеру, что да, вы посмотрели и сделали действительно хороший ресерч. Подготовить уникальное резюме, об этом я тоже говорила, использовать термины из вакансии. Да, это очень важно, особенно я не так знаю, насколько это актуально там для девелоперов, программистов, но для тех, кто работает в маркетинге, и особенно в PPC, в SEO, я думаю, ребята, у кого есть опыт, обязательно со мной согласятся, что очень важно именно использовать эти термины. И, насколько я знаю, в больших компаниях сейчас зачастую, например, CV, их не проверяют, там первый этап проверки, он не всегда идет ручной, то есть не всегда мануальный, там человек сидит и его просматривает. Ваши CV просто могут проверить автоматически через программу, соответственно, там есть ли определенное количество вот таких вот keywords, да, ну вот как в SEO-продвижении, либо их нет, то есть если нет, то даже специалист не будет его смотреть. И да, добавляйте, прямо сейчас начинается добавлять рекрутеров из LinkedIn, я это делаю постоянно, то есть не важно, ищу работу, либо я только начала, там и все хорошо, я всегда стараюсь добавлять, чтобы потом в какой-то момент у меня их было достаточно, и они увидели там, условно, мой пост, и я могла бы к ним обратиться, когда я действительно буду искать работу. И обязательно, да, все фиксируйте, системность в поиске работы, это главное. Сейчас я перейду к вопросам, которые в чате. И, а, да, вот пока, смотрите, это мои данные. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, и действительно, то есть, действительно не стесняйтесь, потому что, когда я приехала в Израиль, мне было так, как-то неудобно людей отвлекать, незнакомых, там, вот мне порекомендовали, но это действительно, действительно того стоит. Так, я отмотаю немножко назад. Насколько сложно найти работу для людей 55+, я, дело в том, что я не HR, и все-таки, ну, в сфере хай-тек, маркетинг, ну, больше, больше молодых людей. Я думаю, все зависит от ваших скиллов, то есть просто от того, насколько вы, ну, как бы, насколько вы разбираетесь, насколько вы профессионал в конкретной области. Здесь, в Израиле, ну, вот как мне, с моими, там, с моими 32-мя годами, здесь я вообще себя чувствую супермолодой, например, там, в Москве в 27, да, я чувствовала себя как-то постарше. Мне кажется, здесь возраст меньше влияет. Говорят, что работы плохо парсят красивые, а что роботы плохо парсят красивые резюме. Возможно, да. То есть я стараюсь делать такое, я стараюсь вообще, очень хороший вопрос, как истинный маркетолог все A-B-тестить. То есть если у вас есть возможность сделать разные варианты, одно там с красивое резюме, второе просто прям четкое, да, там, Times New Roman 14-й размер, попробуйте разные способы. Действительно, и там, и с фотографией, и без фотографии, то же самое, когда я делала посты в Фейсбуке, я тоже делала A-B-тест, если я смотрела просто на какие посты, больше лайков, больше комментариев, больше engagement. И потом уже этот пост, допустим, там, со своей страницы там публиковала в какие-то такие основательные группы, либо там из маленьких групп переводила в большие. Так, а если сам на себя работал, как достижение указывать, сколько продал или сколько заработал? Я думаю, что надо указывать достижения не как бы в конкретной области, то есть не в продажах, ну, то есть если вы идете, например, в продажу работать, да, то конкретно вам нужно в продаже указывать. Вы можете указать в процентном отношении, что там, не знаю, вы повысили средний чек там с X до Y, типа там на 15 процентов, например. Ну, я сейчас включу связь, и вы, если что, уточните вопрос. Пиши, что халтурил. Да, лимент тех. Да, ссылку я пришлю, все будет. На JavaScript требуется двух лет experience, как я на другие вакансии в хай-тек. Что делать, если у тебя не двух лет, получается много прикрасить. Да, про то, как прикрасить. И такое, немножечко, да, внести информацию. Я это лично делаю. То есть, например, для одной из вакансий мне нужно было типа HTML-код уметь делать. И я написала, что да, я это умею, когда меня позвали на тест. То есть я умела это приблизительно делать, но не настолько глубоко. Приукрашать можно, но важно понимать, что вы обладаете этими функциями. То есть, если вам дадут тест, то вы можете его сделать. Это какие-то могут быть курсы онлайн или там дополнительные занятия какие-то. Главное понимать, что вы опять же готовы это сделать. Сейчас я пройду другие вопросы. Насчет нынешней ситуации, на ваш взгляд, в плане рекрутинга. Через какой промежуток времени все более-менее вернется нормальное русло? С теми компаниями, с которыми я работаю, но где я работаю и компания знакомых, я думаю, где-то через месяц уже все будет в более-менее нормальном русле. Но вопрос в том, что кризис достаточно повлиял на рынок. И вы, я думаю, многие знаете, что компании в Израиле, они работают в основном на американский рынок. Ну, то есть на внутренний тоже, но это Америка, Европа, Азия, Австралия. У нас, компания, где я работаю, это Tenant Group, это более 25 стран. И дело в том, что, например, много, большое количество людей в Америке лишились работы, и поэтому, если у вас не такой essential product у компании, то есть продукт необходимости, если это что-то такое из дополнительного, как бы дополнительный продукт, то это восстановление может потребовать несколько месяцев, может быть, полгода. То есть я бы здесь не была сильно оптимистичной. Давайте я, наверное, знаете, что переключусь демонстрации экрана на камеру. Так, сейчас я это сделаю. Так, меня должно быть видно. Ага, да, супер. Так, сейчас я буду потихонечку читать. На самом деле мы можем, когда я закончу те вопросы, которые в чате, мы можем голосом общаться, я думаю, это будет намного удобнее. Подскажи, пожалуйста, как вызрали административное устройство людей без опыта? Если я хочу прийти в сферу, в которой я никогда не была, стоит ли готовиться к такому негативу, как для ничего без опыта в России, например? Без опыта... Нет, здесь нормально. То есть здесь есть вообще стажировки, которые, конечно, ну, не очень оплачиваемые, да? То есть будьте готовы к тому, что у вас там максимум беда и на проезд будет. Но здесь это есть. И я вот, кстати, думала о том, надо прикладывать... Я вам отправлю... Точнее, нет, после того, как закончится лекция, я попрошу, чтобы вы мне отправили e-mail с запросом. И я вам пришлю всем свою лекцию, пришлю вот эту таблицу. И вот благодаря тому, что Соня написала вопрос, я вам пришлю еще такие, знаете, это темплейт, шаблоны на письма, на холодные письма, по сути. То есть либо это письмо, либо это там в LinkedIn. То есть когда вы хотите работать в какой-то сфере, да, но вы хотите просто познакомиться с человеком, который вам расскажет. Ну, такие они... Ну, не очень полные, но это будет хотя бы что-то. И опять же, сегодня лекция в осень, Йоэля, он прям профессионал в этом. Ну, я думаю, негатива такого не было, по крайней мере, у меня не было. Когда вы говорите, что вы Олег Адаш, всегда очень поддерживаю. Можно поподробнее про каверлеты? Что там должно быть? Каверлеты присоединяете к CV, то есть я не всегда присоединяю. Если есть, если, допустим, автоматическая форма отправки в CV, если там есть ячейка для каверлета, то я присоединяю. Или, например, если мне жутко хочется работать в этой компании. Что я пишу в каверлета? Я пишу о том, какая классная компания, какая классная должность, какая классная я. То есть здесь вы можете, допустим, соотнести ваш прошлый опыт с опытом, необходимым для этой компании. Например, я пишу, что компания, где я работала, там работала на рынок US и UK, и типа я вижу, что там вы тоже, вот это может оказаться актуально. Или также, например, вы можете сказать, что я вижу там вас, например, один из инвесторов, один из ваших инвесторов вот такой-то фонд, и я там, я уверена, что этот фонд принимает правильные условные решения, как-то так. Ну, то есть старайтесь сделать комплимент компании, показать, почему ваш конкретный опыт релевантен. Например, ну, что-то такое очень детальное, например, что там, не знаю, ваш прошлый, там, работали с клиентом из Германии, и здесь оказывается, что компания, например, вы прочитали, что компания планирует выходить на немецкий рынок, и вы знаете, как бы их, ну, вы знаете культуру. То есть это не должно быть CV, как я упоминала. Негатив России за компанией. Ну, да, да, согласна. Сколько вы искали работы? Многие еще 3, от 3 до 6 месяцев проходят по 30-40 интервью. Я искала где-то 2 месяца, но я прям сильно работала. Я вам, знаете, я могу сейчас даже открыть файл, посмотреть, сколько у меня было запросов, сколько я отправляла, потому что я это все фиксировала. Так, так, так. О, я отправила 107 писем, и где-то, да, у меня было порядка, наверное, 30 интервью, учитывая даже маленькие такие, знаете, первый там разговор по телефону, когда работодатель не понимает, что я не подхожу по каким-то причинам. Ну, это глобальный опыт. То есть в дальнейшем, например, ну, я очень часто, не очень часто, а в маркетинге всегда практически отправляют тестовые задания, как home task, и это было либо на PPC, либо на retention flow, и потом просто вот эти вот все PPC задания, которые с аналитикой связаны, там, с private tables, когда вам присылают такую простыню цифр, и вы должны, например, выбрать, какая компания там наиболее была, ну, наиболее прибыльная. Вы потом начинаете эти все таски делать просто вот как семечки. Ну, да, это, конечно, там, на каждый таск у меня вначале уходило, не знаю, часа, наверное, 4-5 минимум. Ну, да. Дай, пожалуйста, примерную вилку зарплат в сфере интернет-маркетинга для специалистов с опытом 5-плюс лет. Да, на глаздор тоже пойду смотреть. Так, 5-плюс лет. Главное, чтобы опыт здесь был релевантен, потому что я тоже сюда приехала, я приехала, мне было 28 лет, и я работала там с Берлин Химии, с Мизимом, с Амвэем, но как-то вот мой опыт не очень русский был релевантен. Если это действительно 5 лет, и это прям, ну, скорее всего, это менеджерская должность, это уже как тимлид, то это, я думаю, там от 17, от 20 и не меньше, если это прям руководящая должность. Если специалист, например, средний такой специалист, тот же там PPC или там product manager, ну, как бы product specialist, то это где-то, ну, там, наверное, от 10 до 13, вот так вот я бы сказала. Я работал в компании в Казахстане, однако, когда я писал сотрудникам этой же компании в Израиле, они не ответили. Я писала на корпоративную почту на английском языке, за страницей Workday, писала в отдел кадров и в маркетинг, хотела узнать про вакансии, почему могут не отвечать израильские работодатели. Я думаю, внутренние переводы не во всех компаниях просто актуальны. Я знаю, что, допустим, там, а даже в больших, там, Unilever, да, не любят переводить из одного офиса к другой. Но насколько я с этим не сталкивалась, но напишите не коллегу в Израиле, а напиши, чтобы ваш бывший руководитель в Казахстане дал рекомендацию, как бы дал контакты какие-то, может быть, там, не знаю, телефон даже. Но, опять же, не знаю, насколько компания любит это делать. Какое тестовое по объему рационально делать? На какую ЗП можно претендовать? Тестовое задание. Ну, вот для маркетинга я сказала, что, может быть, не совсем поняла вопрос, но для маркетинга тестовые задания бывают очень объемные. Бывают прям с вас много хотят и там и какая-то creative idea должна быть, когда вы пишете там небольшой такой, ну, копирайтинг текст для какого-то объявления и когда вы должны там немножко что-то подизайнерить. И плюс, да, аналитика, когда прям смотрит, насколько вы владеете Excel-ем. Там, VLOOKUP формулы, Pivot Tables. Но это, опять же, это все легко, и даже если вы с этим не связывались, не переживайте, YouTube нам в помощь. На какую западу можно претендовать маркетологу без отличного знания языков или лучше искать разработчиков? Ну, мне кажется, в принципе, разработчикам можно больше зарабатывать в Израиле, поэтому если у вас либо-либо, то, я думаю, разработчикам стоит. Потому что без английского, без английского, наверное, сложно будет быть маркетологом. И более того, я когда приехала сюда, я хотела работать на стороне агентства, потому что это то, что всегда я делала в Москве. И мне помогли как раз-таки, свелись с человеком, который профессиональный, профессионалы давно работают в этой сфере. И мне сказали, что даже если ты будешь работать с клиентом в интернациональной компании, и все будет супер на английском, тебе все равно нужен и в рит, потому что у тебя будет много коллег именно в агентстве, ты можешь общаться с подрядчиком и так далее. Поэтому, ну, не знаю, как бы на стороне клиента, мне кажется, легче работать без аврита. А если я без английского, то смело идите разработчикам и ищите курсы ульпана и практикуйте языки. У тебя было видно все это время. Как найти стажировку? Ну, смотрите, я была на массе на стажировке. Я, во-первых, закончила, я, по-моему, не упомянула это вначале, я закончила массу от Israel Experience, и у нас была стажировка плюс ульпан. То есть я стажировалась в компании, и мне повезло, я потом в ней же продолжила работу. То есть мне предложили место там. И потом уже, как бы после полутора лет работы или года, я уже устроилась на другое место. А стажировку также искать. Смотрите, пишите в большие компании. Я, например, писала там в ту же табулу, HR-у просто в LinkedIn. И мне практически всегда отвечали. То есть да, мне отвечали, что сейчас, к сожалению, нет, но такое, ну, лучше написать. Есть, часто пишут student position. То есть student position – это практически без опыта. И вот буквально сегодня я смотрела, например, в VIX, которые строят сайты, там требуется marketing automation student position. То есть посмотрите вот так. Или просто прям пишите смело. Стоит в Израиле начинать с маленького стартапа или лучше метить большую компанию? Ой, разработчик. Филипп, прям я сама вот всегда как-то дебейтс на эту тему, потому что в маленьком стартапе, скорее всего, ты будешь делать намного больше, и у тебя будет прям масса-масса опыта. Но времени меньше. И зарплата, опять же, в зависимости от того, какой там успешный или неуспешный стартап, будет поменьше. В больших компаниях, например, типа Arm Dogs, там у меня работают ребята, знакомые, Backend, и там все очень неторопливо, и там, конечно, это стабильная компания, но опыта там меньше, поскольку очень все проходит несколько кругов. Поэтому, мне кажется, для опыта, и пока там есть время, лучше, наверное, маленький стартап. Но посмотри инвестиции, что там. Можно ли доверять этому стартапу? Скажи, пожалуйста, какое у тебя мнение сложилось с SMM, по сравнению с компанией? У меня в Москве где-то 1600 вакансий таких, а тут мне показалось соединиться. Ну, да, абсолютно согласна. SMM-а мало. Здесь вообще такого SMM-а особо нет. То есть здесь не настолько это, как в Москве. И здесь очень любят совмещать вакансии. То есть, например, копирайтер с умением там вести соцсети. Или там имейл-маркетинг с умением со знаниями аналиста. Здесь конкретно в SMM-е не очень много вакансий. Здесь зато очень много вакансий в PPC. И в PPC не супер нужен английский. Поэтому это у меня вот такая... Ну, часто я рекомендую с этого начать. Много фирм с Китаем связано. А тут помимо строителей. Не знаю, честно, не могу даже ответить на этот вопрос. Но я частенько вижу, что нужно знание там других языков, учитывая там и китайский, и японский последний. Вообще я знаю, что в последнее время очень много компаний выходит, именно и конверс-компаний выходит на Японию. У нас ведь будет конкуренция с выпускниками местных вузов. Как конкурировать, если во всех планах они имеют преимущество? Действительно, такая большая нехватка. Но, во-первых, Дмитрий, вы молодец, вы уверены в себе, вы профессионал. И прям с таким настроем вы должны... Ты и вы должны идти на работу. Во-первых, есть такой стереотип, и я считаю, что это правильно, что люди, которые вышли из-под советского пространства, ну, все-таки действительно у нас такие установки еще советские. Я начала учиться в школе в 94-м году. То есть это абсолютно такой совок был. что у нас очень хорошее качество. То есть мы очень исполнительные, мы очень... Так, я, наверное, попрошу у кого-то замьютиться. Я слышу звуки. Александр, замьются, пожалуйста. Окей. То есть все знают, что мы очень работоспособные. И дело в том, что про возраст еще, да, очень важно. Например, я когда пришла в компанию, мне было вот здесь, в Израиле, 28 лет, и на этот момент у меня было, типа, там, ну, 5 лет опыта уже, и прям 4 таких, 4 хороших года опыта. Для Израиля 28 лет, это значит, что вы, скорее всего, только закончили бэтч-ворд-игри, получили. Может быть, вы продолжаете как магистрскую степень получать. И, ну, максимум 28, там, у вас будет год стажа. Просто у вас по сравнению с... У нас по сравнению с израильтянами больше уже опыта. Мы тупо умеем работать. Мы знаем, мы знаем, мы знаем, как работать. Ну, и профессиональный опыт, конечно. Так, я сейчас постараюсь побыстрее отвечать. Подскажите, пожалуйста, а студент позицию, это именно для студентов на парт-тайм? И студент не может претендовать на эту позицию? Нет, я думаю, что может претендовать. Просто это, ну, будьте готовы к тому, что зарплата пониже, да? И, ну да, что такое много, наверное, ручной будет работы. Но постарайтесь, стремитесь на какую-то, на позицию выше. Допустим, там, джуниор. Джуниор тоже, по сути, это начальная позиция, но она как бы фулл-тайм стабильна. Про стажировки. Мониторить всякие job fairs, ивенты в Тель-Авиве была на таком. Да, я тоже. Там много крупных хай-тек-компаний и стартапов. Да, супер, Анастасия, спасибо. Прочитайте все комментарии Анастасии, кому интересна простая стажировка. Очень много ивентов. Прям, да, и вот мероприятия, которые всякие группы для Алимов тоже проводят. Просто можете найти, если вы не найдете там, как бы работодателя, вы можете найти ребят, которые также интересуются, и обменяться информацией. СРМ здесь тоже не развит, я так понял, и ОРМ. Да, есть такое. Какие компании больше выходят на международный рынок, где такие ивенты мониторить? Компании, которые выходят на международный рынок, это в принципе те, чей продукт как бы не привязан к региону, а где ивенты, типа, не совсем поняла. Давайте, наверное, я дочитала все сообщения, давайте, вы можете размьютиться сами и задавать мне вопросы? Или мне надо это сделать сейчас? Нет, вы можете? Да, включайте. Никита, уточни свой вопрос, пожалуйста. По поводу ивентов, где мониторить эти встречи, собрания? В Олимбо Яхат, во всякие там Олимм Интех тоже, то есть просто в группах, как только у нас пройдет вот эта вот корона, действительно их будет много. Есть еще отдельные митапы, есть, например, типа, там, Тревел Тек. Они, как бы, они, большинство из них в Тель-Авиве. Где ты живешь? В Тель-Авиве нет? Ну, как бы, да, в этой эре, поэтому можно будет просто смотреть на всяких сайтах. Есть такие же, есть большие саммиты, например, есть, типа, Our Crowd. И Our Crowd — это, там, порядка тысячи стартапов и, там, более 13 тысяч участников. И, например, у МАСы есть стабильно каждый год около 20 билетов на Our Crowd. То есть я вам пришлю тоже ссылки на МАСу. Как бы не надо недооценивать МАСу, потому что у МАСы очень много связей, и вам могут, как на, там, чат-бот-саммит, на вот этот вот Our Crowd предоставить бесплатные билеты. Да, приложение Митап очень хорошее. Я знаю, что и в Москве они очень, кстати, по-моему, именно они, да, тоже в Москве. Или просто вот таким же названием. Да, Secret Tel Aviv, да, замечательная группа вообще. Я по своему опыту рекомендую, наверное, больше, если вы такое, как бы, aiming to high-tech, мониторить больше на английском языке, конечно. Потому что там просто людей будет больше, там будут все. Я сходила на классный Митап от Kubernetes, да. Я, например, ходила на прекрасный, на прекрасный воркшоп, где-то часов в пять, в Google Campus. Google Campus находится в Тель-Авиве, там, где Alon Towers. Просто зайдите на их сайт, у них тоже очень масса, большая масса мероприятий, и прям это все бесплатно, и там действительно можно чему научиться и встретиться с интересными людьми. Так что Google Campus, еще HubSpot, это, ну, наверное, маркетологи знают такое софтверо, они прям активно продвигаются, и у них тоже очень много мероприятий для, ну, если вы, допустим, хотите как-то продвигаться в HubSpot, там, или изучать его. Какие-то еще вопросы? Да, буду рада. Говорите. Какой вопрос? Я закончил университет Китая, есть ли тут смысл продолжать с Китаем быть связанным? Я думаю, есть, да, я думаю, есть, потому что это, как говорится, потенциал рынок, и, ну, если у тебя есть язык, то стоит туда. Да, сейчас я даже, я слышала, что MGP, MG, ну, в общем, да, ответ однозначно, кажется, стоит это использовать. Это будет твоим большим-большим бонусом. Я просто хотела назвать, хотела найти быстренько компанию, где мне говорили, что есть вакансии для китайского. Ну, тебе будет легко, потому что у меня, например, искала знакомая из Швеции, и она, она как бы native speaker на шведском, она просто везде сёчила, типа, Swedish native speaker, и отправляла. Какой лучше сферы тогда идти с китайским? Еще раз. Какой лучше сферы идти с китайским? Не могу тебе точно ответить, но я думаю, точно не e-commerce, потому что это, ну, то есть, мне кажется, если такой e-commerce для людей, именно для B2C, они сами все производят, и этого достаточно. Может быть, строительство. Но здесь, не знаю, нужна помощь профессионалов. Строителей, говорю, китайцев здесь много, да. Ну, не строителей, конечно, а... Ну, может быть, какую-то аналитику, типа Энстон Янг, такую область, не уверена. Так, давайте не стесняйтесь, я буду рада ответить на вопрос. И даже если вы думаете, что он какой-то очевидный, задавайте, потому что это нужно. Аффилиейт-маркетинг, там часто нужны специальные... А, вот, да, аффилиейт-маркетинг. Аффилиейт-маркетинг здесь, и я, сколько я искала вакансию, здесь очень много с гэмблингом связано, ну, как бы, с легальной, да, понятно, онлайн-гэмблинг, и со спортивными. То есть WebPulse, например, да, WebPulse, по-моему, компания большая, там очень часто аффилиейт-маркетинг нужны. Так, спрашивайте. Я так спешила закончить презентацию, чтобы у нас было достаточно... В Китае есть такая практика, когда тебе работодатель оплачивает жилье. Здесь такого нет, да? Нет, нет, здесь такого нет, насколько я знаю. То есть здесь, по сути, когда вы, например, разговариваете про зарплату, как бы, ну, у меня есть опыт работы только в России, здесь вы обсуждаете зарплату, во-первых, до налогов, то есть, например, если вы получаете, условно, вы договариваетесь на 10, будьте готовы к тому, что там минимум где-то на 1000 вы получаете меньше. И это еще мало, потому что у вас есть льготы, как у Леха Даш. Ну, то есть здесь такие льготы у каждого разные. Например, если вы женщины, это одни как бы льготы, если мужчины другие, там, замужем, не замужем, дети. То есть вы сможете выяснить только после, ну, это можно просчитать на сайтах, да, но здесь обсуждают такую зарплату. Плюс потом здесь оплачивают проезд до места работы и питание. Ну, практически везде питание. То есть либо это 10-бис-карты, то есть где вы можете заказать на определенные, там, на 35, на 45 шекелей в день вы можете заказать себе еду. Либо есть питание в компании. Зачастую это может быть фитнес, какие-то, может быть, шерсть, то есть доля в компании даже. Ну, это какая-то там 0,0,0,0. И о чем, когда вы будете разговаривать о зарплате, еще там можно здесь, например, обсуждать количество выходных дней. То есть по закону у вас 12 выходных дней в году, но вы можете сказать, что, ну, как правило, на 14 можно так претендовать смело. Так, вопрос от Дмитрия. Что надо на самую... А, нет. Так, отличится ли уровень зарплаты в разных крупных городах Тель-Авив, Хайфа, Герцлия, Риховат? Нет. На самом деле, как бы, Тель-Авив, Герцлия точно нет. Просто зависит от того, где я хед-квотор в компании. И я знаю, что в Риховате есть большая эрия, как там называется, парк. Ну, не помню точно. То есть просто многие компании выбирают там делать хед-офис. Нет, не думаю. Я думаю, как бы, делится, конечно, если какая-то сфера другая хай-тека. Ну, так вот мне сразу сейчас не придумать, но скорее нет. Что надо на самую первую работу нести на трудоустройство из документов? На самом деле, здесь практически ничего. Дипломы меня вообще никогда не спрашивали. То есть вы приносите свой Туда-Дзеут, и лучше Туда-Дзеут принести. Да-да-да, Туда-Дзеут точно приносите. Туда-Дзеут, Туда-Дзеут, и все. И хорошее настроение, уверенность в себе. Как вести переговоры по поводу зарплаты с фирмой после стажировки в НМС, если решат оставить? Спасибо. Ой, Миша, Миша, да, тяжело. Тяжело вести переговоры, то есть у меня просто был такой опыт. Ну, опять же, это мой опыт, опыт моих друзей. И посмотрите, какая средняя ваша стоимость на рынке условно. Дело в том, что когда вы продолжительное время работаете в компании, и как бы вы пришли туда как на стажировку, как стажер, мне было очень тяжело поставить меня на другой уже уровень, что сказать, стажировка закончилась, пожалуйста, я рассчитываю на такую-то сумму. То есть я получала очень небольшие деньги на первой зарплате, на первой работе. Мне было тяжело себя установить именно, но как бы я все равно осталась, потому что, во-первых, это опыт, это опыт в Израиле, во-вторых, это время, ну, как бы вам уже привыкли в этой компании, к вам хорошо относятся, и как только вы получаете, ну, как только вы делаете Алию, достаточно много забот с переоформлением документов, с какими-то такими текущими делами, со здоровьем, с ульпаном. То есть посмотрите, может быть, вам как бы стоит остаться там на стажировке, даже если там не будет супервыгодного предложения, но зато в это время там прокачать активно свой в рит, ну, и параллельно работать над поиском другой работы. Честно, тяжело бывает поставить себя на другую зарплату. Так, какова вероятность устроиться на стажировку на фронт-эн? Слышал мнение, что компании заинтересованы именно в опытных специалистах и лучше будут платить нормальной зарплатой, чем обучать новичков. Как обозначить, что я ищу пока что стажировку с минимальной оплатой или вообще без оплаты? Нет, пишите, что с оплатой тоже, не надо как бы принижать свои качества. Я думаю, что лучше попробовать, наверное, писать сначала HR в личку, просто как бы не отзываясь на конкретную вакансию, например, там, фронт-энт, там, джуниор-девелопер. Но постарайтесь какой-то опыт как бы больше обрести, чтобы уже можно на фулл-тайм должность претендовать. Не знаю, честно говоря, насколько компании заинтересованы именно в опытных специалистах. Я знаю, что, опять же, тот же Амдокс, в Бранане он находится, и там берут сразу ребят после вуза, то есть просто с опытом только из вуза, без каких-то конкретных проектов. Посмотрите, есть большие компании, типа там, Имперва, например, Плейтика, где просто я думаю, что им нужны люди разные по уровню. Будет большой, я пришлю тем, кто попозже присоединился, я пришлю после лекции как бы саму презентацию и большой список разных групп в Фейсбуке и самих компаний. И вот там, где сами компании, там будут как раз-таки, но большинство из них очень большие, у них всегда какие-то есть. Всегда есть вакансии. У меня количество мест работы именно с маркетингом с трудом влезают в одну страницу. Уже сократила, к максимуму пришлось убрать достижения, были отдельным блоком, как можно оптимизировать страничку. Просто сократить мест работы, сократить места работы. Я думаю, что так, сократить, оставить последние. И просто если есть что-то, чем вы конкретно интересным занимались и хотите это упомянуть, то оставьте это как типа special projects или что-нибудь такое. Я помню, я была на одной лекции про CV. И там была дама из Бразилии, постарше нас. И вот у нее был опыт, по-моему, работы типа микробиологом и преподавателем йоги. И она говорила, ну как же мне вот это вот все уместить в одно CV. Ну, приходится немножко резать, да. Посмотрите, может быть, на одну опцию, ой, на одну вакансию вы что-то одно срежете, на другую что-то другое. Но, да, одна страничка, к сожалению. Какой уровень брита необходим для работы на позиции Data Science? И я не знаю точно, какой уровень необходим на этой позиции. Но, например, скорее всего, компания будет работать на английском, да. И там софтвер, с которым вы работаете, тоже будет на английском. То есть, к моему опыту во всех компаниях, где я работала, какие-то внутренние обсуждения и большие брейнстормы могут проходить на иврите. Но, опять же, все очень легко, как бы, если есть человек, который не понимает иврит, все преподаваются на английский. Но вся переписка происходит на английском. Я думаю, что, ну, нужен просто элементарный, чтобы вы могли как-то налаживать отношения с коллегами. Профессиональный, я не думаю, что нужен. Насколько наш сумасшедший ритм работы в местных компаниях? Если брать в среднем, в Украине обычно очень большие нагрузки. В овертайме я плачу. Мы, в общем, пытаемся запрыгнуть, выжить. В Германии люди работают спокойно, и на релаксе в Израиле. Здесь достаточно интенсивная работа. Ну, как мне кажется, во многих компаниях. Опять же, у меня пока не так много опыта. Но здесь как-то все очень положительно. То есть, если, например, я работаю в Москве, я тоже достаточно интенсивно работала, и плюс это все еще на нервы, и это все еще так очень как-то экспрессивно было. То здесь все такие вот, как бы, много работают, много часов, но достаточно чип. По поводу овертайма, неоплачиваемого овертайма. Здесь есть два варианта договоров. Один на глобальную зарплату, второй на почасовую работу. Как правило, почасовая работа – это что-то, ну, там, customer service, например, ну, где действительно зависит от объема. Как правило, все девелоперы – это я тоже самое на глобальной зарплате. И это значит, что у вас, скорее всего, уже в договор будет включен объем переработок. То есть, типа, овертайм у вас уже будет включен. Там, может быть, это порядка 20 часов в... Нет, наверное, 30 даже часов в месяц. Я не помню, сколько у меня в договоре. Ну, да, тут важно как бы себя поставить просто и как-то границы уметь держать. Но это тоже не просто научитесь этому. Я правильно поняла, что лучше всего упомянуть, что ты патриант только в каверлета. Можно, а можно и напоминать. Смотрите, как бы в разговоре, то есть, если когда вам позвонят, то, скорее всего, поймут. Да, мне кажется, достаточно грамотный HR, он поймет, сколько вам лет, и, ну, репатриант или нет, по резюме. То есть, вы пишете, например, там, такая-то компания, там, Санкт-Петербург. То есть, он понимает, что вы приехали не так давно. Думаю, наверное, я бы не устала указывать это в каверлета. Только если это плюс, например. Если во многих компаниях это плюс, потому что они хотят, чтобы вы работали как бы с другим рынком. И, понятно, как бы люди с постсоветского процесса больше понимают, лучше понимают европейский инфекция. Просто везде разный опыт, не пересекающийся. Жалко что-то удалить. Да, ну, блин, посеви. И, ну, попробуйте, Ксения, тоже, может быть, отправите, там, где-то, может быть, два листа, да, вот, сделать такой A-B-тест. Не знаю, я бы, наверное, не дала. Есть страх закапить при отправке, но если отправишь и получишь отказ, то путь закрыт, или можно проявить настойчивость и попасть. Возможно ли понять, почему отказ с HR-агентствами? Стоит ли с ним работать? Вот, я всегда спрашиваю, почему мне отказали. То есть я спрашиваю либо HR, как бы, либо специалиста, с которым у меня, например, техническое интервью, и, как бы, в нормальной компании вам вообще должны ответить. И, как правило, если вам отказывают, всегда они пишут, типа, feel free to apply, там, на другие вакансии. То есть это не значит, что вам закрыт. Я подавала, там, несколько раз на, в одну и ту же компанию, но, как бы, плюс-минус на разные должности. И если стоит проявлять настойчивость, да, то есть, например, если у вас есть как-то, если вы кого-то найдете, кто работает в этой компании, куда вы подавали резюме и вам отказали, старайтесь чей-то человека найти, потому что во многих компаниях больших есть, типа, words. То есть если я привела вас на работу, и вы устроились, и проработали три месяца, то я получу бонус. А, например, в Гести так делают, тоже это тель-авивская компания. С HR-агентствами, да, стоит? Почему бы нет? Я знаю, что там тоже разный формат договора, то есть вы можете заключать договор либо напрямую с компанией, в которой вы будете работать, либо через HR. Но здесь вот я не специалист, я никогда в такой, как бы, системе не работала. Сколько пунктов? Я Алия Хадаша, вам финансово выгодно ли мне нанять? Нет, вообще аргумент. Я знаю, что есть программа, по которой государство платит часть денег компании, которая нанимает Алаха Хадаша. Я правильно поняла, что это про это? Просто если это не про это, а про то, что я Алаха Хадаша, и мне надо платить меньше, вот прям убираем это позиционирование? Нет. Выгодно, финансово выгодно должно быть нанимать как бы любого человека. То есть, ну, я не думаю, я иногда упоминаю, например, на интервью, что, да, вот я здесь, моя семья в России, мне важно получить эту работу. Ну, опять же, все очень так индивидуально. Говорят, что работодатели не запоминают неудачного кандидата, это правда. И я, поскольку не HR, не знаю, честно, не запоминают неудачного. Но будем надеяться на это, потому что будет несколько раз отправлять. Но вообще, я думаю, что в больших компаниях действительно очень большой поток, и, как бы, я не знаю, насколько там, наверняка у всех у них есть какая-то внутренняя СРМ-ка. Но какой может быть налог на ЗП-20 тысяч без льгот для Олега Адаш? Well, Марина, не знаю точно, я точно знаю, что есть какой-то сайт, где это можно будет рассчитать. Дело в том, что это либо процент, либо от какой-то суммы это прям фиксировано, и, по-моему, так. Но я бы сказала, что средний налог, наверное, на зарплату, если ты, как говорится, белый мужчина среднего возраста, то это где-то 30%. Ну, то есть это такой максимальный, наверное, налог. Но здесь, опять же, я не очень специалист. Так, типсы с HR, что, ну, я, например, если есть там, если я отправляю резюме через форму, и если там есть место для личного сообщения, я пишу там, я пишу что-нибудь такое личное, уникальное, да, если недавно, кстати, я там просматривала одну вакансию и отправляла, я написала в личном, там, нужно были качественные, ну, как бы, знания HTML, и я написала там, типа, закончила это кодом из HTML сообщения. То есть какое-то такое что-то милое, уникальное, не знаю, мне надо подумать. Я уверена, что какие-то есть. Я люблю, вот, с HR-ами и вообще там с Team Lead'ами, я люблю еще спрашивать у людей вообще, почему вы решили работать в этой компании, почему вы выбрали. Во-первых, это действительно интересно и полезно понять, что человек ценит в этой компании. Во-вторых, мы все немножечко эгоисты, нам всем приятно послушать, как бы, приятно рассказать о себе. И, то есть, это такой, этим вопросом можно завершать беседу с HR-ом, когда HR рассказывает, что вот, да, там, пять лет назад я пришел сюда работать, или, там, ваш Team Lead говорит, что я начинал со студенческой позиции. То есть такое, это приятно и оставляет впечатление о том, что человек рассказал о чем-то своем, ну, в завершении беседы. Так, я все прочитала вопросы из чата. Опять же, смело включайте камеры. У меня есть вопросы. Да. Привет. Привет, так, сейчас я тебя найду. Да. Ага, да, Марго. Кто-то переводчик, и в будущем я направлена искать... Кто-то переводчик, еще расскажи. Не-не-не, фронт-энд разработчик. А, угу-гу. Да, и я хочу подготовить проект, это будет рабочая аппликация, полностью сделанная со мною, с бэк и фронт-эндом, полностью рабочая, собственно. И вопрос заключается в том, если я на интервью предоставляю свой проект и полностью его рассказываю, существует ли для меня какая-то, в какой-то мере, может быть, поблажка в техническом аспекте интервью, потому что я предоставляю... Так, ты замьютилась? Ну, я поняла твой вопрос. Так, да, что-то я тебя не слышала. Ну, отвечу так, что... Дело в том, что... Как бы надо предоставлять, да, какой-то опыт работы и лучше предоставлять свой проект. Не знаю, насколько будут ли поблажки, на самом деле, не думаю, но тут, наверное, все зависит от себя. Честно говоря, сложно мне так... Сейчас, секундочку, кое-что я хочу проверить. Сложно мне так ответить, но, безусловно, это будет классно, если они увидят, что ты полностью сама там от и до сделала этот проект. И я знаю, что студенты, которые как бы после выпуска там идут, да, на, допустим, Frontend, у них то же самое, у них есть только их дипломный проект, и причем он сделан в группе людей. То есть, я думаю, да, полезно. Так, сейчас вопрос из чата. Когда обсуждаешь желаемое СЗП с работодателем и та, что в итоге фиксируется в джоп-офере, это будет чистое СЗП, учитывая вычет налогов, или в джоп-офере указывают gross salary? Gross salary, то есть в джоп-офере у тебя указывают ту зарплату, которая до вычета налогов, и вы обсуждаете ее именно. То есть, а здесь, как бы в России, то есть условно я там получаю 50 тысяч, и это то, что я получаю на руки, и мне без разницы, сколько налогов платит работодатель, а здесь все налоги плачу я, поэтому вы понимаете, почему так много забастовок в Израиле, потому что я там плачу 20%. То есть во всех джоп-оферах и более того налоги вы тоже пишете, ну как бы все платите с большой суммы сгроза, а не с мета. Так, pet project – это всегда плюс, но вряд ли поблажь к техсобеседованию. Да, я думаю, ну, опять же, Марго, поговори со специалистами, может быть, кстати, кто-то из ребят здесь сможет, предлагаю обменяться ссылками на LinkedIn. Да, супер идея на самом деле, и все зафрендивайте меня. Пока есть… В конце лекции я хочу вас попросить заполнить небольшой опрос. Нам это важно для наших волонтеров в МАСЕ, потому что мы хотим сделать серию лекций на Korea Development, то есть это будет на русском, на английском, на испанском, и важно понять, что еще интересно. Поэтому я сейчас в чат оправлю. Это небольшая Google-форма, должно все там открыться, и там в основном все о карьере, но там есть еще вопросы, там, может быть, вам что-то как там про Алию еще будет интересно. Мы постараемся найти кого-то из спикеров, поэтому уделите сейчас две минутки, а я пока, наверное, расскажу вам… Да, я как раз хотела поделиться вот своим опытом после окончания МАСЕ. Очень было, знаете, страшно, что вот там МАСА закончилась, и куда же я, куда же идти, но есть презентацию, презентацию отправьте мне. Сейчас я… Отправьте мне запрос на почту, прям не бойтесь, пишите все. Вот, я написала свою почту в чат. enanikudalewitin.gmail.com. Отправьте мне письмо на эту почту с запросом, и я вышлю вам презентацию, я вышлю вам таблицу, еще вот темплейты, наверное, для писем. Про МАСУ. Да, я хотела сказать, что после МАСЫ немножко страшно, что будет, как. Но не забывайте, что там, во-первых, у МАСЫ огромное комьюнити для алюминай, которые выпускались для выпускников, и я вам пришлю ссылки тоже в письме на разные группы, к которым вы можете присоединиться. И то есть всегда-всегда там есть масса людей, которые вас поддержат, помогут в разных городах, это будет совет, потому что это те люди, там вот как я, да, которые столкнулись с этим 2-3 года назад и знают все нюансы, поэтому будут с радостью расскажут, поэтому не переживайте. Так, я думаю, наверное, ссылки на себя, в смысле LinkedIn, а не почту. Я просто скинула свою почту, чтобы вы мне написали запрос, чтобы я вам отправила презентажку и все-все-все материалы. Так, сейчас я посмотрю. Так, мало пока ответов, ребята, заполняйте, заполняйте опросы. Никто не выйдет отсюда, пока не заполнит опрос. Нет, ну просто нам действительно важно, то есть, опять же, я повторюсь, сегодня вот 8 будет лекция на тему нетворкинга, да, как вот делать холодные письма, как в холодную звонить, как просто, да, подходить, например, к человеку, который вы знаете, что работает там, интересно для вашей области, и проситься на работу. То есть, я, например, очень хочу посетить эту лекцию, потому что для меня это, для меня это такое что-то неорганичное для меня. Спасибо большое, Ксения, да, спасибо. И действительно пишите, пожалуйста, не бойтесь, я буду очень рада помочь. Добрый день, Анна, да, Давид, привет. Так, давайте еще я минуточку, наверное, подожду, пока все ответят, все ответят на на опрос. Опять же, я думаю, даже те люди, которые присутствуют здесь, мы каждый, каждый чему-то можем друг друга научить, чему-то помочь, там кто-то лучше говорит на английском, сможет там подпочитать, как-то CV подправить, кто-то, может быть, графический дизайнер там поможет с каким-то проектом, с небольшим, в общем, главное, да, помогать и учиться, и не бояться. Если какие-то вопросы еще есть, задавайте. Или все, тогда завершаемся. Давайте минутку. Жду 30 секунд. Запись видео, запись видео должна быть, я узнаю у организаторов массы, но даже если, допустим, так случится, что не будет запись видео, то вы мне пишите, я отправлю вам презентацию, хотя бы там будет частичная информация, но будет. Спасибо, да, большое спасибо, мне было приятно тоже. Все, ребята, тогда следите за... Я вам, знаете, сейчас скину виртуальный календарь массы, там, собственно говоря, все-все-все ивенты есть. Сейчас, секунду. И следите там, как правило, обновляются за несколько дней. Так, одну минутку. И там есть совершенно разные лекции. Я уверена, что вы, наверное, те, кто на программе, получаете это... Так, еще раз скажу, не пишите мне e-mail сюда, напишите мне e-mail, в смысле, на мою почту. Как бы я скопирую, но закопируйте, что написано, наверное, здесь. Владислав, презентацию, напиши мне, пожалуйста, запрос вот на эту вот почту. n, я добавила сейчас в чат, n никуда, ну, n.lebitin.gmail.com. Пишите мне туда запрос, просто кидайте, и я вам все материалы отправлю, потому что там не только презентажку, но и другие всякие полезные бонусы будут. Я просто не уверена, что у меня получится сохранить все сейчас адреса, которые вы мне сюда накидали. Ну, я постараюсь. Все тогда, ребята, спасибо вам большое за участие, и если какие-то есть еще вопросы, пишите. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok